МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОП-3 самых романтических свиданий. Зачем на день всех влюбленных самарцы ходили к скунсам? И почему в небе было зафиксировано несколько неопознанных летающих объектов? Репортер отметил 14 февраля сразу в нескольких местах. И кнутом, и пряником. Во главе самарского цирка теперь дама. Что изменит директриса, и почему она не отпускает дрессировщика из Египта? Репортер узнал тайны за кулисье. Актеры универа. В Самаре прошел первый всероссийский стэм. Репортер разобрался в особенностях жанра. Про что шутит и боятся шутить. История пары минут. Начнем с самого главного, с любви. Ведь любить и быть любимым в жизни есть самое главное. День компьютерщика, день штата Аризона и день рождения известного видеохостинга. 14 февраля была масса поводов для тех, кто не очень хотел миловаться и обниматься. Но все же, любовь возобладала над всеми. Вот и репортер поддался. Понимая фромантическое настроение, мы зафиксировали, как самарцы отмечали День Святого Валентина. Смотрите и умиляйтесь. Самарский зоопарк открывает тройку лидеров по оригинальности поздравлений. Получает приз за самое ароматное пожелание. День влюбленных. Они мало того, что решили отметить в пятницу 13-го, так еще и проверили пары на крепость нервов. Сердце из бумажных роз на террариуме для крокодила, два стула. Вот и весь антураж. Влюбленных просят присесть для исторического фотоснимка и вручают им скунсов. Да ну нет, так есть немножко запах, как бы от скунсов конкретно не сходят. Они такие хорошенькие, такие необычные. Я думала, что они поменьше немножко, как кошка домашняя. Казалось, что они побольше. Ради романтического снимка страдают сразу четверо парочки в напряжении. Очень уж не хотят вдохнуть всей прелести пушистых. А скунсов так и вовсе от дела оторвали. У животных в зоопарке сейчас повальный лавсторик, будущему потомству готовится. Им 14 февраля не указ, но раз сотрудники решили развлекаться, четвероногим деваться некуда. Отношениям енотов поверили десятки самарцев. А вот пумы и волки, видимо, недостаточно хорошо демонстрировали свою любовь. Тем, кто больше животных любит книги, 14 февраля пригласили в областную юношескую библиотеку. Почетное второе место и приз за борьбу с унынием. У нас можно играть в Xbox, у нас можно смотреть 3D кино, в 3D очках, профессиональный зал с профессиональным звуком. У нас можно играть в настольные игры, делать все это совершенно бесплатно. В сложившихся пар набралось аж две остальные – одинокие дамы и кавалеры. Тем, у кого с любовью не особо задалось, тоже приглашают участвовать в квесте. Несколько локаций – смысл в том, чтобы собрать больше лайков. Любимых женщин за 3D. Вдохновленные голосом Стаса Михайлова участники выбирают, куда двигаться дальше. Угадывать фильмы про любовь, говорить с психологом о душевных ранах или найти свою любимую, но книгу. И теперь вы хотя бы в кразе должны рассказать, за что вы любите эту книжечку. Под занавес безудержного веселья перед влюбленными и не очень поет фронтмен модной самарской группы. И только благодаря ему на празднике появляется третья пара. Я приходил сюда, здесь был поэтический вечер, у меня было первое свидание со своей девушкой. Дмитрий Артемьев, освещенный двумя торшерами, начинает камерный концерт. Влюбленные и не только замирают. Гаснет свет и за окнами вечереет. И вот уже на набережной начинается ключевое представление – безоговорочная победа и приз за красивое ночное небо. Пусть любовь длится вечно. Мы без желаний. Чтобы все хорошо было в стране. Счастья, все как обычно. Счастья, здоровья. Самое массовое романтическое свидание на Волжском льду. Десятки влюбленных разом отпускают в небо свои желания. Такое только раз в год, возможно, любовь на небе даже звезды зажигает. Парочки клянутся вечной любви и уверяют – этот праздник каждый день отмечать будут. Ведь для любви не нужно поводов, она есть и будет всегда. И абсолютно просто так. Еще одна ключевая новость недели – тоже о любви. О любви к цирку. Полуоткрытый, полузакрытый самарский цирк наконец обрел руководителя. На пост заступила известная в губернии бизнесвумен Татьяна Ефремова. Оставив шоу-бизнес и лоск столичных звезд, Ефремова взялась за тряпку и швабру. Она обещала навести порядок в цирке и уже приступила к генеральной уборке помещения и умов. Репортер прогулялся за кулисами и узнал, чем тут планируют развлекать публику и какие еще перемены ждут самарский цирк. Такой арену самарского цирка едва ли кто видел. Зал без грима, зал в работе. Обнаженная арена не скрывает желание приодеться. И пусть все не сверкает в денежных вложениях, репетиции и так идут. Шоу продолжается. Они так долго не встречались на его сердце. Несколько раз вешали замок пожарной. Три года неоднократно его двери были закрыты с внутренней стороны. И вот премьера. Столько журналистов. Самарский цирк уже и забыл, когда видел. Теперь все, как обещают, будет по-новому. Новое руководство решило, что эта ситуация уже просто циркачество какое-то. И так больше продолжаться не должно. В последнее время, конечно, директора немножко жили под девизом «Зачем что-то делать? Все равно цирк закроют на реконструкцию». И так все это жили 10 лет. Во главе самарского заведения встала Татьяна Ефремова, известная дама в самарском шоу-бизнесе и весьма влиятельная персона. Ефремова возглавляет одно из ведущих концертных агентств. Теперь будет возглавлять и цирк, что, впрочем, практически то же самое. Цирк еще и почище будет, особенно самарский. То есть будет у нас тепло, красиво. Как только поменяют стекла разбитые, мы, естественно, вызовем клининговую компанию. Стекла будут сверкать. Цирк будет как новый с внешней стороны. То ли еще будет. Здание должны реконструировать. На это уйдет примерно года три. Пока цирк в ожидании. Сюда будут приезжать только лучшие программы. Бизнесвумен, так сказала. И ее планом никто палки в колеса не ставит. Цирк должен выйти на полную самоокупаемость. Все для зрителей, все для денег. Они уже идут на ремонт. Сейчас на арене Самарского идет программа дрессировщика из Египта. Хамада Кута полмира объездил со своими львами и тиграми. Мне интересно просто город Самара. Почему именно город Самара? Потому что слово Самара у нас это имя девочка в Египте. А я хочу знать, что такое Самара. Мне просто было интересно такое. Самара его покорила. Да так, что за свою любовь стало хорошо платить. Гастроли Кута продлили до марта. Зрелище уж больно интересное. Репортеры провожают за кулисой. Здесь вся кухня как на ладони. Килограмм отборного мяса. Это видеокамеры. Не придерешься. За животными следят хорошо. Начинаем гримбить. Кидается, например, на меня. И вызывается на животных. Поэтому я первый везде в России, который придумал на открытую репетицию. Открытую репетицию – это никого повторить в России не делать. Возможно, в следующий раз Кута приедет уже в новое здание. На время реконструкции цирк будет кочевать. Летом это будет Шепито, зимой дворцы спорта. Там же и будут проходить репетиции. Но пока это планы. Единственное, что точно решено – цирк был, есть и будет. Самарские школьники могут почувствовать себя настоящими звездами. Правда, не цирковой арены, но с барабанной дробью в конце. Совсем скоро вместо посещения урока физкультуры они смогут выходить на ковровую дорожку. Зеленую. Господам учащимся предложили перспективу заняться гольфом. Причем инициативу предложили ввести в школьную программу. Репортер вспомнил свои школьные годы и пустил скупую слезу. Эти стены за свою историю чего только не видели. С виду обычная школа и обычные дети. Вот только урок непростой. Мечи и скакалки ученики здесь больше не чествуют. Они в гольф играют. Тех, кого раньше в спортзал не затащить, было теперь от него не оттащишь. Местную секцию мини-гольфа школьники заполонили еще до того, как в нее набор объявили. Сарафанное радио сработало. Один увидел, второй рассказал, третий попробовал. Так и случилась любовь с первого взгляда. Когда я спускался вниз, просто в буфет зайти, я увидел, что там заходит женщина с клюшкой. Ну и как бы позвал всех и пришел в спортзал. У меня друзья пришли и сказали, что пойдем со мной на гольф. Ну я и пошла, и начала заниматься, и мне стало весело, мне нравится. Кто-то считает, что это не спорт, так и ерунда, но на самом деле не так. Это тоже такой же спорт, но он серьезнее даже. Тут нужна меткость, спокойность иметь и дыхание выравнивать. Тоже такой же спорт. Ивану до последнего звонка на уроках еще сидеть и сидеть, но в родной школе его уже точно не забудут. Пока другие от физкультуры отлынивали, он успел и в сборную области по мини-гольфу войти и ее чемпионом стать. Вообще вот детям очень полезен этот спорт именно. Он у них воспитывает стратегическое мышление. То есть во время игры ребенок должен каждое свое действие просчитать на нескольких шагов вперед. То есть практически как в шахматах. То есть полезно и для физического развития, и для умственного. Вот если тебе дать 10 попыток, грубо говоря, из 10 попыток в лунку сколько раз ты попадешь? Я не знаю. Ну примерно можно. Я не знаю, если честно говоря. Можно даже 10. По просьбе репортера Иван берется за инструмент и выходит на поле. Перед парнем уже привычная для него задача принять правильную стойку, выверить удар и закатить мяч точно в цель. Парой минут и он снова звезда спортзала. 9 из 10 в яблочко. Мы ждем, когда построят наконец поле для гольфа в нашем городе, чтобы дети могли полноценно тренироваться. И все шансы у нас есть вот из этих вот детей вырастить олимпийских чемпионов. Пока больших площадок для тренировок детей в области нет. Стойкие удары они после занятий в родных пенатах оттачивают. А скорые и вовсе с клюшками даже на уроки ходить будут. Министерство образования России уже порекомендовало директорам школ вести мини-гольф в учебную программу в качестве третьего урока физкультуры в неделю. Мы в данный момент и вообще все наше развитие мини-гольф проходит как секция. Но со следующего года мы будем его вводить как третий участок физкультуры. В этом году планировали это сделать. На эксперименты пойдут и власти региона. В области уже работает два поля для мини-гольфа. Не исключено, что после запуска необычных уроков физкультуры понадобится еще одно. Так или иначе, тех, кто сможет без гантелей бега называть себя ценителем спорта, в области точно станет больше. Десяткам студентов предложили бесплатно и безо всякой подготовки попасть в МКС. Только вот с космосом проект не имеет ничего общего. В Самарском аэрокосмическом впервые прошел Всероссийский фестиваль стемов. Репортер зашел на огонек и узнал, над чем смеются господа. Я так же, как и все команды, сегодня в третий день готов отправиться в это юмористическое космическое путешествие. Возможно, даже залетим на планету Буфанады. Кто знает, в аэрокосме теперь не такое бывает. Что бы ни было, главное, что бы смешно. У студентов аэрокосмического это теперь главное правило. Это на парах. Они думают, как ближе к звездам стать. На сцене только о том, как стать звездами. Наука наукой, а молодость свое берет. Им шутить хочется. Да так, чтобы вся страна услышала. В погоне за славой зрителям они даже до МКС добрались. Организовали молодежный конкурс стемов и созвали в родные пенаты юмористов со всей России. Я вышел на эту сцену сказать несколько слов. Я хочу поздравить всех, и вас, ребята, и вас, зрители, с тем, что на Самарской земле вновь, в очередной раз возрождается фестиваль студенческих театров. Популярные нынче камеди и стендапы эта молодежь в страшном сне видит. У нее свои кумиры. Родом из 90-х студенты из Самары, Москвы, Волгограда, Новосибирска и Воронежа решили возродить забытый творческий жанр. А заодно доказать. Хотя почти все они технари, у них только закалка железная. А чувство юмора самое, что не есть. Человеческое. А что, вдруг ушел уже? Достал этот хобик. Наверное, в морден. За кольцом пошел. Хобик, оседло, лорка. Я последний раз. Окей. Ну-ка. Абулды вабулды. Клиника, Марша. Участники МКС за три дня фестиваля такого шума наделали, что теперь их вряд ли забудут. А если что, они сами о себе напомнят. Молодежный конкурс стемов отныне обещает стать ежегодным. Это программа «Минимум». В планах программы «Максимум» сделать так, чтобы стем-команды появились в каждом вузе страны. И доказать, что хорошая шутка даже до МКС добраться может. Надеюсь, пока шел этот выпуск, вас не замело окончательно и бесповоротно. Спешу вас обрадовать, снегопад скоро закончится. А вот новостью репортера не закончится никогда. Поэтому прощаюсь с вами лишь до завтра. Будет солнце и я. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова